МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как мы уже сообщали, в соответствии с решениями сполкома ФНТР произошли изменения в тренерском корпусе главных команд нашей страны. Напомню, что мужскую команду после ухода Александра Николаевича Питкевича, интервью с которым мы предложим вашему вниманию в ближайшее время, вновь возглавил Сергей Федорович Власов, а старшим тренером нашей женской команды впервые стал Давид Сарксян. Однако работа в сборной для Давида Феликсовича не будет новинку. Многие, конечно же, помнят его большую работу. В качестве второго тренера сборной несколько лет назад в его копилке есть не только золотые медали к чемпионату Европы, но и главный трофей европейского клубного чемпионата – это Лига Европейских чемпионов. Итак, наш гость сегодня – Давид Феликсович Сарксян, новый старший тренер национальной женской сборной команды России. Привет всем! Программа «Матчпойнт» предлагает вашему вниманию выпуск из спорткомплекса «Чертаново». Здесь проходят сейчас тренировки как национальной сборной команды России женской, так и спортсменов местной спортшколы. Сейчас я хотел бы в продолжение наших новостей представить вам еще раз человека, которого вы все, конечно же, прекрасно знаете – Давида Сарксяна, нового старшего тренера женской команды России, который был утвержден решениями исполкома и попечительского совета, я добавлю, совсем недавно. Давид, прежде всего, добрый день, рад видеть. Здравствуйте, спасибо большое за поздравления. Давид, вопрос такой, поскольку очень много интересов, и наши зрители сейчас с большим интересом следят за всеми событиями, посвященными выступлению наших команд, не всегда, скажем так, эти эмоции за последнее время носят, скажем так, благоприятный окрас, но тем не менее есть и хорошее, есть и плохое, скажем так. Первый вопрос. Мы знаем, что ты уже работал тренером, вторым тренером с Ириной Палиной, и работа твоя была достаточно успешна. Мы знаем, есть и медали самого высшего достоинства на Европейском чемпионате, есть и другие успехи. Прежде всего, вот, что произошло за тот период, после которого, значит, во время которого ты покинул пост второго тренера сборной? Ну, за этот промежуток времени я немножко сменил, скажем так, рот деятельности. Я получил предложение из турецкого клуба Фенербахче, с которым я вот работаю уже вот четвертый год. Я знаю, что ты работал там со звездами мирового настольного тенниса. Насколько тяжело? Хотя я понимаю, конечно, у тебя опыт уже огромный, но тем не менее, насколько трудно, насколько для тебя интересно было работать с игроками, скажем так, ну, может быть, даже первой пятерки мира? Ну, чтобы, честно говоря, в сравнении. То есть до этого я работал в России, скажем так, всех спортсменок я знал, ну, с детства лично. Но после того, как я попал в такой топ-клуб, и в наличии были, допустим, спортсменки из разных стран, с разным менталитетом, разная культура, плюс игроки, которые уже добились многого в своей жизни. Соответственно, это было какое-то для меня тоже испытание. Можешь ты этим всем владеть и контролировать вот именно этот процесс или нет? Ну, как показала практика, вроде со своей задачей я справился. Давид, вопрос такой. Мы знаем, что не с первого раза тебе удалось осуществить, скажем так, мечту любого, наверное, тренера, завоевание первого места, стать победителем Лиги Европейских чемпионов. Были попытки, которые максимально были приближены, выходы в финал. Но все-таки, насколько ты сильно оценил, насколько сильны были твои эмоции, когда все-таки удалось тебе это сделать и стать сильнейшим клубом Европы? Не знаю, наступило, по крайней мере, это всегда так, вне зависимости, будь то Лига чемпионов или какой-то другой большой турнир. После победы наступило такое опустошение. Я не могу сказать, какую-то безумную радость я испытал. Именно на тот момент. Просто это осознание, оно приходит чуть позже. Ну и, соответственно, потом, когда уже прошло пару дней, когда эта усталость, напряжение, оно спало, тогда, конечно, я понял для себя, именно для себя. Потому что все, о чем я говорю, я говорю не про себя, так как, может, для кого-то это мало, для кого-то много. Но лично для меня, я считаю, что это большой успех. Лично для себя, еще раз повторяю. Ну вот за этот период мы знаем, что у тебя было и даже сейчас есть уже, вернее, было много предложений. Я знаю по своим, как бы, каналам, что предложения были очень достойные. И как в финансовом смысле, так и в спортивном плане. Все-таки, что двигало тобой именно при принятии предложения со стороны Федерации настольного тенниса, в первую очередь, Попечительского совета, именно вот этот момент? Все-таки, что явилось главным ключевым фактором? Ну, опять же, проведя четыре года за границей, все-таки в любом случае, какие бы предложения ни поступали, все равно в конечном итоге хочется вернуться назад. Плюс всех спортсменок я знаю очень хорошо. И мне, ну, как бы лично для себя, опять же, мне было бы очень интересно с ними продолжать работать и добиться каких-то новых успехов именно с российскими спортсменками. Потому что здесь собраны девочки именно из России. Нет азиатов каких-то там, не знаю, кому там паспорта по-нараздавали в Европе. То есть работа интересная именно в плане работы. В плане получения, скажем так, всего того, что ты хотел, в плане регулировочных механизмов всех на сегодняшний день, полностью ли ты удовлетворен всеми возможностями, которые тебе сейчас предоставлены? Ну, так как я заступил в эту должность не так давно, скажем так, неделю назад, то на эту минуту, в принципе, меня все устраивает. Потому что у нас, соответственно, завтра выезд на сборы в Австрию, подготовка перед олимпийским отборочным, который пройдет в Швеции с 12 по 16 апреля. И на эту минуту я доволен. Вопрос такой. Заодно было бы интересно нашим зрителям узнать состав российской команды, кто будет готовиться и кто будет, скажем так, основными действующими силами в плане отбора на Олимпийские игры, которые пройдут соревнования, которые пройдут в Швеции, в Халимстаде? Это Полина Михайлова, это Маша Долгих и Аня Тихомирова. То есть будем надеяться на лучший результат. Давид, я знаю, ты был на чемпионате мира в Малайзии, очень внимательно следил, в том числе за выступлениями российской команды. Я понимаю, это здесь. Вопрос такой. Я не знаю, это будет как бы уместно, неуместно. Все-таки твое видение вкратце, какие были допущены, может быть, ошибки? Что не хватило для того, чтобы, скажем так, подняться выше 17-го места, то есть этой зоны риска, которая, скажем так, угрожает даже самому существованию команды? Ну, на самом деле, я не могу давать какую-то конкретную оценку, потому что я считаю, что это будет все-таки не так, не корректно по отношению к тем людям, которые работали до чемпионата мира и которые вели этот чемпионат мира. Да, конечно, у меня есть свое видение ситуации, и как можно было бы, ну, что-то изменить, потому что я тоже не могу гарантировать, что если бы я там присутствовал, то что-то кардинально бы изменилось. Конечно, что касается именно игры девочек, то есть качества игры, я лично для себя, я остался им доволен, потому что играли они хорошо, и все матчи, то есть все было в борьбе, не было таких вот проходных встреч. А там, ну, наверное, можно было что-то изменить в плане расстановки, если вопрос касается именно, что бы я сделал, наверное, что бы ты изменил бы в расстановке кое-какие там нюансы. Ну что ж, как мы видим, сейчас работа кипит, как говорится, полным ходом. Уже буквально завтра, как я понимаю, девчонки улетают на сбор в Вернершлагер Академии, где будет проходить заключительная подготовка, и уже чуть позже мы будем следить за выступлениями наших спортсменов в Швеции, в Хальмстаде. Конечно же, мы желаем удачи, и, Давид, будем следить за движением команды. Я понимаю, сейчас будет сложно первое время, но есть такое ощущение, ощущение, что, дай бог, все будет хорошо. Спасибо большое за пожелания. Ну, я тоже, по крайней мере, очень на это надеюсь. Ну и должно немножко нам где-то повезти. Ну что ж, я присоединяюсь к словам Давида. Это была программа Матчпойнт. Следите за нашими новостями. Всем до свидания. Спасибо, до свидания. Следите за программой Матчпойнт. Спасибо.